добрый вечер уважаемые трейдеры приветствую вас на нашем традиционном вебинаре соответственно первое что мы сделаем это проверим связь как меня слышно нет ли проблем с изображением если все отлично можно поставить плюсики и сразу же будем двигаться дальше как меня слышно нет ли проблем со звуком из изображения отлично имейте ввиду что если таковые возникнут по ходу вебинара сразу же сообщать об этом попробуем устранить эту проблему и не забывайте о том что можете навести курсоры мыши на мое изображение там будет дубина громкости чтобы адаптировать и подстроить этот параметр непосредственно под себя что же давайте вкратце обозначим традиционный сценарий это ключевые фундаментальные события прошлой торговой пятидневки коснемся основных моментов фундаментального характера данных было очень много волатильность правда конечно же оставляет желать лучшего потому что собственно за все пять дней несмотря на выраженную динамику как восходящего так и коррекционного характера мы все равно по сути завершили верно с теми уровнями по большинству активов с которых и стартовали прошлую неделю уверен то что эта неделя будет уже куда более интересной и хотя бы потому что мы ориентируемся на ключевое фундаментальные события как я уже отметил в ходе сегодняшнего брифинга не только даже последних месяцев может быть даже последних 10 лет тем более если дело дойдет до фактического решения связано с повышением процентной ставки после того как подведем итоги прошлой неделе коснемся основных событий этой и традиционно заключительным слайдом я предложу ряд инвестиционных идей целевых ожиданий ориентиров по основным валютным активам которые мы используем каждодневной спекулятивной деятельности поэтому предлагаю тогда начинать не будем терять времени те кто хотел присоединиться уже с нами разумеется те кто не смог посмотрят записи она будет доступна на нашем официальном канале уже буквально завтрашнего утра давайте начнем прям самого начала с первых двух торговых сессий и традиционно больше пор делаем на вторник потому что понедельник у нас обычно облегченный день это серьезных значимых инфоповодов и мы по сути катаемся в рамках дня на тех тенденциях которые были заложены в основу еще от недели ранее как и прошлую точнее как и позапрошлую неделю европейская валюта открыла прошлую пятидневку локальным восстановлением против американского конкурента и уже концу вторника основа оказалась выше уровня 1.12 хотя если уже говорит про всю неделю мы видели то что локальный айт значился выше этой отметки даже в районе на вот 13 20 с небольшим 1.12 для начала прошлой недели учитывая то что пара была там и во вторник и в среду даже можно сказать и четверг стал символизироваться наверное и ассоциироваться с каким-то сакральным значением на что мы сделали ставку предполагая что именно с этого уровня и должна пойти дальнейшая динамичная спекулятивная игра но преимущественно конечно же с возможностью больше восслабления потому что анализируя общий фундаментальный фон собственно мы продолжаем делать это и сейчас нашли достаточно аргументов доводов факторов и подтверждений указывающих на то что евро очень неплохо бы а стратегически на долгосрока заселить тем более что чем выше пара евро доллар забирается сейчас тем соответственно больше возможности создает для извещения потенциального профита если удастся скажем прокатиться на вот этом коррекционном тренде которые мы и закладываем в основу следующей динамики если вернуться к началу прошлой недели и попытаться объяснить именно восходящий импульс и эту динамику какого который показывал евро можно конечно же сослаться на статистику в частности евро поддержались довольно таки неплохие макроэкономические данные сильным их точно называть не будем потому что прекрасно понимаем то что статистика меняется в рамках валютного блока и у нас а по сути а нету еще оснований говорить о том что какой-то секторов на счету достойные основания для того чтобы превратиться через восстановительную тенденцию в реальный сигнал а стимул для какого-то позитивного осуждения о перспективах всего валютного блока нет периодически мы видим конечно же сильные макроэкономические данные но это только локальные отсчеты которые не подстегивают особого статистического интереса в отношении европейской валюты против всех основных конкурентов если вернуться к макроэкономическим данным прошлой недели здесь конечно же стоит сделать ставку на данные по ввп еврозоне квартальный отчет 0,4 процента против прогноза 0,3 процента годовой показатель полтора против прогноза 1 и 2 далее были опубликованы отчеты по экспорту германии который вырос до 2,4 процента против прогноза 0,7 ну и раз уж затронули составляющие баланса стоит отметить и импорт который также оказался на очень хороших значениях 2,2 в целом наверное позитив касательно европейского региона и валюты на этом был окончен и я не думаю то что эти отчеты нужно трактовать как серьезное фундаментальное основание для тактического усиления евро чтобы далеко не отходить от показателей экспорта предлагаю сразу же обратить внимание на аналогичный отчет по китаю куда уже более значимый для всего глобального финансового рынка релиза и с фундаментальной точки зрения я думаю что опять же статистика по экспорту китая добавила может быть в отношении той же самой европейской валюты куда больше позитива чем национальный фонд экспорт китай снизился до 5 и 5 процентов против прошлого сокращения минус 8 и 3 разумеется если бы у нас а прошлая оценка предполагала факт нахождения отчета на совершенно другом уровне мы бы не стали искать позитив в этих отчетах но налицо именно улучшение минуса 5 и 5 против прошлого минус 8 и 3 поскольку в последнее время мы обращаем на фундаментальную статистику китайского происхождения максимум внимания понимать что именно она задает сейчас многие локальные тренды и в принципе может стать причиной позиционирования в отношении многих финансовых активов потому что сейчас трейдеры прежде всего следят за тем как обстоят дела поднебесной и исходя из своих предположений ожиданий мы видим как эти представления трансформируются в определенные идеи закладываются в основу того подхода который каждый трейлер выбирает лично для себя ну то есть если в китае плохая статистика то разумеется есть все предпосылки для того чтобы страниц сирийского конструктора напротив когда по китаю выходят хорошие данные мы давно правда не видели это уже было бы основанием для совершенно другой игры когда действительно можно было делать ставку на пребывание высокодоходных активов и более интересных сделках связанных именно с динамикой рисковых инструментов я считаю то что китайский экспорт в начале прошлой недели выступил одним из факторов фундаментального характера постигнувшего интереса к нефти потому что за одну торговую сессию нефть прибавил около 4 процентов и снова вернулся в район 50 долларов за бар хотя актуальные опировки говорят уже о том что то локальное ралли которое мы видели оно было исключительно локальным это ключевое слово поскольку общая фундаментальная картина для позиционного отрейдинга у нас по-прежнему создает достаточно оснований для таких последовательных выверенных продаж тем более что продажи по нефти по бренду нам уже принесли достаточно профита и мы прекрасно понимаем то что потенциал этих сделок еще не исчерпан если у нас изменится фундамент мы разумеется может быть в связи со сменой настроений сможем переклифицироваться уже покупателей бренда но пока у нас оснований для этого нет мы разумеется в ежедневном формате следим за новостным фоном и сейчас все-таки больше стараемся использовать его с точки зрения негатива изумеется приводящего к разгрузке как бренда так и марки WTI в среду очень много данных было опубликовано по англии в частности промышленное производство просела на 0,5 процента против прогноза роста на 0,5 процента основная причина падения экспорта это минус 9 и 3 максимальное снижение за последние 9 лет и честно говоря я до сих пор пребываю в некотором ступоре потому что я никак не мог представить предположить что один из ключевых скажем направлений именно английской экономики испытывает такие проблемы я допускал то что падение экспорта может оказаться существенным по сравнению со прошлыми оценками но никак не то что это падение составит больше девяти процентов и по сути будет находиться на минимальном уровне за много лет если падает экспорт наверное абсолютно логично задумываться о состоянии и активности национальных производителей конкурентоспособности национальных производителей с этим наверное лучше ориентироваться на уже статистику национального происхождения лучше ориентироваться на смотреть за состоянием и силой британской валюты потому что мы прекрасно понимаем что сила национальной валюты она и создает соответствующие условия для конкурентоспособности и определяет по сути привлекательность условия для экспорта если валюта дорогая взумеется национальные производители начинают страдать и это приводит к снижению показателей экспорта может быть опять же сила британца сейчас и выступает одним из ключевых элементов вследствие которых мы и наблюдали такую мрачную статистику и я думаю что если это системные проблемы и очень быстро решить не удастся поэтому у нас есть все статистические предпосылки сейчас уже отказываться от идей связанных с возможностью повышения процентной ставки даже в размытые перспективы скажем конец 16 начало 17 года но по британцу мы еще давайте поговорим подробнее чуть позже сейчас переключимся а на следствие опять же слабых данных по промышленному сектору и этим следствием настали не менее слабые данные имеется показателем ввп 0,5 процента против прошлой оценки 0,7 процента напомню что двумя неделями ранее мы анализировали такие же слабые данные по сектору услуг и после подтверждения слабости уже с промышленного сектора слабые данные по ввп вряд ли у кого-то вызвали скажем вопросы это было абсолютно логично ожидаемо и действительно фундаментально сейчас обратно в результате фонд прервал восстановительную динамику первых двух торговых сессий и после скажем на фоне таких слабых релизов уже оказался под давлением доллара и национального фундаментального фона и собственно просел в район 1,5350 еще больше интерес вызвал отсчет банка канады по процентной ставке мы ожидали конечно же снижение этого показателя думаю что несмотря на то что ставку не снизили мы все равно не отказываемся от идеи необходимости задействия дополнительных мер стимулирования через как раз шаг по снижению процентной ставки на который банк канады может пойти в ходе следующего заседания но все равно волатильность по факту этого решения была стоящей потому что мы увидели в моменте как пара USDCAD просела сначала на 100 пунктов до уровня 1,3153 и после этого буквально в рамках нескольких часов точно такая же динамика только уже со знаком плюс а вследствие чего пара вернулась даже выше тех уровней на которых торговалась до публикации этого отчета 1,3250 банк канады отметил неопределенность которая действительно имеет место быть сейчас по причине неустойчивого экономического роста в Китае хотя наверное его охотизовать нужно еще более в негативных тонах но в целом я думаю суть понятна и она сейчас закладывает достаточно рисков особенно для тех регионов которые зависят от стоимости на сырье Канада как валюта это канадская экономика и разумеется канадский доллар как актив реагирующий на состояние энерго рынка и соответственно рынка энергоресурсов также было отмечено что динамика канадского доллара помогает компенсировать некоторое воздействие низких цен на сырьевые товары и мне кажется что если цены на черное золото будут и дальше находиться под фундаментальным давлением самый лучший выход для национальных монетарных властей банка канады и дальше девальвировать курс национальной валюты ну то есть это абсолютно такая же практика как сейчас применяется в рамках российской экономики когда мы видим что снижение нефти на 1% провоцирует такой же виток девальвации по рублю чтобы сохранить достаточность российского бюджета не создать угрозу для бюджетной конструкции эта логика будет действовать и дальше поэтому каждый раз когда мы возвращаемся к перспективам пары USDRAP к перспективам российской валюты мы прежде всего ориентируемся на нефть и исходя из того что показывает опять же черное золото проецируем эти самые ожидания и риски говоря проецируем на российскую валюту разумеется поднимая вопросы связанные с возможностью достижения рублем сейчас уже новых или хотя старых новых минимумов против основных конкурентов это доллара и евро напомню что наша ближайшая цель это возвращение пары USDRAP на фоне коррекционной динамики черного золота в районе 70 рублей против доллара также из важных макроэкономических отчетов касательно состояния процентной ставки можно здесь выделить еще резервный банк Новой Зеландии который в этот раз уже отметился решительностью и снизил процентную ставку с 3% до 2,75% разумеется логичная реакция новозеландца на факт снижения процентной ставки стало стремительное ослабление в частности NZD USD просела до уровня 0,6278 и практически добралась до той стратегической цели которую мы ставили ранее по этому тандему валютных активов это уровень 0,62 но я абсолютно уверен в том что достижение этого уровня уже не загораем потому что опять же стратегический прессинг на позиции новозеландца он сохраняется и я думаю что эта идея будет актуальна еще в течение длительного периода времени до тех пор пока мы не сможем поставить жирную точку в плане вот этого механизма по стимулированию поддержки экономики со стороны резервного банка Новой Зеландии я считаю то что те кто не присоединился еще к идеям предполагающим возможность ослабления новозеландской валюты стоит это сделать потому что потенциал коррекции он по-прежнему достаточно неплохо в плане реализации и это движение это ослабление еще можно поймать косвенно а может быть даже не косвенно а напрямую последующую решительность резервного банка Новой Зеландии в плане того что цикл снижения ставок еще не завершен подтвердил и руководитель новозеландского мегарегулятора Грэм Уиллер который также отметил что и дальше политика резервного банка Новой Зеландии будет такой же гибкой адаптивной и если того потребуется ситуация связанная с более скромными показателями по темпу экономического роста разумеется мы увидим еще одно снижение процентной ставки и если это произойдет у нас будет еще больше оснований для того чтобы стратегически продолжать селить новозеландцев да и в принципе вместе с новозеландской валютой еще и австралийский доллар которые показывают высокую корреляцию в динамиках и в принципе реализуются свойственными однотипными движениями но это так если кто-то интересуется австралийцем в принципе ожидание доп стимула со стороны Новой Зеландии можно использовать трактовать в качестве потенциального сигнала для слабости и этого актива тоже из отчетов среды можно было выделить еще данные по запасам нефти США традиционный макроэкономический риск который разумеется сказывается в динамике нефти запасы выросли снова и мы уже констатировали то что мы имеем дело самая настоящая тенденция плюс 2,1 миллиона против прошлого роста запасов плюс 4,6 и нефти снова отступила просев по району 47 долларов за баррель в принципе рядом с этим уровнем находится и сейчас в четверг у нас была возможность уже снова вернуться к состоянию американского рынка труда и прежде всего первый отчет на который мы обращаем внимание это заявки на пособие по безработице 275 тысяч против прогноза 275 ну полностью совпало с прогнозной оценкой и стоит отметить то что динамика заявок на пособие по безработице это уже снижение точнее пребывание показателей ниже 300 тысяч 26 неделя подряд и соответственно самый позитивный для американского рынка труда тренд максимальный за последние 40 лет то есть если кто-то если таковы есть сомневается в стабильности и уже очевидном восстановлении данного сектора американской экономики этого делать не нужно потому что статистика нам мягко говоря сигнализирует о том что лучше рынок труда не чувствовал себя наверное очень много времени уже и по факту если посмотреть на уровень безработицы в сша это точнее 5 1 процент мы уже можем констатировать что еще месяц и скорее всего целевой рубеж 5 процентов будет достигнут в рамках ведущей экономики мира а значит на фоне подобных ожиданий резко возрастают шансы пресса на повышение процентной ставки но об этом мы уже неоднократно говорили я в целом лишь актуализирую фон и отмечаю что подобные ожидания по-прежнему присутствуют на рынке поскольку отсчет действительно был неплохой это позволило американцу против иены основа забраться выше локальных уровней даже дневных минимумов и и продемонстрировать пусть скромный но все таки на мой взгляд довольно очевидный и наверное абсолютно оправданный фундаментальный прирост по факту в четверг мы видели как пара юсдиена закрыла день в районе 120 60 и на текущий момент консолидация она продолжается недалеко от этих рубежей что в целом готовит нас к настоящему ралли я надеюсь будет чему который мы можем увидеть уже в этот четверг когда будут подводиться итоги двухдневного заседания фрс и разумеется будет пересмотрена процентная ставка в четверг отличился и фунт правда не совсем логичным движением хотя если задаться с целью и попытаться объяснить его думаю можно найти соответствующие триггеры в четверг была опубликована ставка еще раз напоминаю она без изменений осталось на целых пять десятых процентов объем выкупа активов также на прежнем уровне 375 миллиардов фунтов но видимо инвесторы с оптимизмом восприняли комментарии представителей банка англии о том что экономика остается на пути к повышению процентных ставок я уже отмечал что в пятницу что сегодня что эти комментарии были на мой взгляд весьма нелогичными особенно после а той статистики которую мы анализировали до этого это по состоянию сферы услуг по состоянию промышленного сектора по фактическому показателю по инфляции отмечали опять же падение экспорта и разумеется сделали ставку на то что еще наверное сильнее ухудшить текущую ситуацию может усугубить актуальный новостной фонд может только еще больше укрепления британской валюты и чтобы укрепить фунт и соответственно создать дополнительные риски для экономики нужно повысить процентную ставку если банк англии будет исходить из таких разрушительных для экономики разумеется суждений то это ничему хорошему не приведет кроме как серьезные просадки по темпам экономического роста но это нереальный сценарий я думаю что учитывая все-таки дальновидности банк англии гораздо более приемлемым сейчас сценарием может быть сохранение опять же монетарного курса на прежних значениях в плане ставки и объема выкупа активов но никак сейчас банк англии наверное не будет задумываться о повышении процента ставки мы знаем то что сроки уже существенно поехали это наверное в лучшем случае начало семнадцатого года но даже перспективы более чем года уже достаточны для того чтобы сначала как следует прокатиться на тех идеях которые могут предполагать еще больше ослабления британской валюты поэтому в целом мы видели интересы к фунту может быть следствие технических факторов может быть я вследствие скажем недостаточной а фундаментальной осведомленности ряда трейдеров мы же все-таки стараемся более внимательно оценивать фундаментальную составляющую и каждый день собственно в ходе брифингов я стараюсь доносить наиболее актуальный новостной фонд создающий соответственно и актуальные возможности пока считаю то что фонд по-прежнему сохраняет куда больше потенциала для оснижения в четверг также не совсем логично динамика была в рамках европейской валюты мы тоже увидели рост евро а вследствие чего пара уверенно закрепилась выше уровня 1 13 и между прочим этот рост происходил на комментариях представителей цб о том что новые меры экономического стимулирования не за горами и уже серьезно осматривается возможность включения программы количественного смягчения государственных бумаг из нидерландов я считаю то что это опять же первая ласточка уже реальных действий со стороны цб дальше будет только хуже плане а программа количественного смягчения для нас конечно же лучше потому что а подобные действия будут провоцировать ослабление главного валютного риска собственно именно на этом мы и ориентируемся поэтому руководствоваться объективным фундаментальным фоном комментариями марио драги заявлениями других евро чиновников мы прекрасно понимаем то что без доп стимулов экономика наверное не останется и и пропуску не обойтись без них а значит готовимся к подобной решительности и готовимся к движению пары евро доллар к более оправданным уровнем который находится ниже значения 1.10 против евро конечно же как я уже отмечал будет действовать уже и сильная американская валюта ну и в пятницу из отчетов можно было выделить ожидания по инфляции потребительских цен в англии инфляция снизилась до 2 процентов против прошлой оценки 2 и 2 процента я считаю то что опять же снижение показателя по инфляции является еще одним предвестником того что банк англии отложит решение связанное с ужеточением монетарной политики хотя нему возвращаемся мы постоянно я считаю то что можно отодвинуть и убрать эту тему скажем какой-то более оттянутой то есть вернуться к этой теме спустя несколько месяцев потому что сейчас наверное уже не нужно пытаясь определить поведение и объяснить поведение фунта опять же закладывать его основу ожидания связанные с изменением процентных став потому что совершенно очевидно что изменение в ближайшее время не произойдет поскольку есть риски фундаментального характера для позиции британца о чем мы уже говорили еще раз отмечаю возможности куда большего потенциала для снижения этой этого валютного актива против всех основных конкурентов в пятницу был опубликован еще отчет по индексу цен производителей его нужно анализировать с точки зрения на вклада в общие показатели по инфляции отчет вырос правда на совсем символичную цифру по факту прирост на любой но прошлая оценка была минусовая поэтому позитив он имеется прогноз был минус 0,1 процента по факту ноль целых процентов в целом это скажем этот макроэкономический риск стал еще одним сигналом который позволяют позволяет нам сделать ставку на то что основной показатель уровня инфекционного давления в стране все-таки имеет посылки для роста тем более что действительно индекс потребительских цен сейчас находится на уровне 0,5 процента и растет по маленькому шажочку в 0,1 процента на протяжении последних двух месяцев все это происходит на фоне таких слабых цен на энергоносители я считаю то что в целом можно уже закрывать глаза и на риски инфляции точнее риски дефляции конечно же показатель еще слишком низок но сейчас мы больше констатируем уже наличие предпосылок для постепенного разгона плюс ко всему сила рынка недвижимости и рынка труда и в целом достаточно оснований готовится к повышению процентных ставок теперь предлагаю перейти к отчетам этой недели понятно что все внимание сконцентрировано на предстоящем четверге где мы будем уже следить за взглядом монетарного кабинета фрс сша на действующую политику и возможно я делаю на это большую ставку услышим о нормализации денежно-кредитной политики соответственно о повышении краткосрочных процентных ставок впервые за последние 10 лет но сперва у нас будут и другие отчеты в частности завтра индекс потребительских цен в англии индекс настроения в деловой среде института зью также параллельно с этим по германии оценка текущих экономических условий и очень два важных отчета по сша это ручные продажи и промышленное производство наверное если бы у нас был рядовой рядовое заседание фрс где вероятность повышения процентной ставки была бы ничтожна собственно как примерно 5-6 месяцев назад на эти отчеты мы бы уделили максимум внимания но сейчас прекрасно понимаем то что наверное уже фактическое решение но обсуждается в рамках представителей фрс и она уже сформирована в том или ином виде поэтому локальные отчеты вряд ли смогут серьезно сказаться на актуальной картине потому что а в целом мы уже прекрасно понимаем что вряд ли наверное а статистика может рядовая локальная статистика испортить общее позитивное впечатление которое сложилось за последние много месяцев отношения американской экономики если мы посмотрим на прогнозы по ручным продажам и промышленному производству то отчеты не такие уж и сильные но я думаю что все-таки а статистика сможет нас порадовать и даже если это не произойдет максимум что мы сможем наблюдать это локальная коррекционная ралли но если все-таки статистика будет плохая ни в коем случае не нужно будет трактовать ее как основание вследствие которого фрс воздержится от повышения процентных ставок потому что экономика якобы еще к этому не готова нет экономика в принципе готова и единственное что может задержать представители фрс это актуальные риски связанные с китаем ну а судя по опять же позициям и высказываниям ряда американских монетарных чиновников эти риски уже не так актуальны сейчас для ведущей экономики мира и в целом сша неплохо адаптировать за последнее время к подобным моментам мировозности которые появляются на финансовых площадках а все-таки ключевым фактором принятия решения является национальная статистика и одно последнее время нас уже изрядно порадовала поэтому какой бы мы не увидели релиз по факту роничной продаж и промышленного производства я думаю что по-прежнему оснований для нормализации денежно-кредитного курса и сознательного повышения подсрочных процентных ставок более чем предостаточно а в среду заседание европейского центрального банка средняя заработная плата плата включая премии по англии данные в целом по рынку труда индекс потребительских цен и в еврозоне и сша также запасы нефти и нефтепродуктов очень насыщенная торговая сессия и пожалуй действительно все эти отсчеты могут серьезно сказаться в динамике тех активов которые за ними стоят напомню то что индекс потребительских цен для еврозоны является сейчас определяющим для того чтобы подстегнуть простимулировать скажем действия европейского центрального банка к анонсу мер которые будут направлены на расширение программы количественного смягчения сейчас глядя на мичный показатель мы прекрасно помним то что этот отчет находится в дефляционной зоне то есть риски присутствуют если этот отчет будет еще в плане негатива усугублен и новым макроэкономическим резисом я считаю то что это будет еще одним сигналом для того чтобы европейский мега регулятор на каистике переходил к более решительным действием связанным с расширением программы количественного смягчения ждем мы это давно может быть по факту дождемся дополнительного аргумента уже и в эту среду поэтому если индекс потребительских цен окажется хуже прогноза реакция евро скорее всего последует незамедлительно эта реакция будет направлена на серьезное ослабление что касается других отчетов средняя зарплата в англии это показатель который будет повлиять на уровень индекса потребительских цен как раз на инфляция является одним из ключевых факторов от которых отталкивается банк англии принимая решение о состоянии и о стабильности своих национальных процентных ставок если инфляция основа будет тяготеть к минимальным значениям соответственно к рискам даже дефляции то разумеется у нас а будет а еще один аргумент а еще один макроэкономический полк следствие которого можно будет забыть о скором повышении процентных ставок то есть данные по инфляции в а средняя зарплата если по сравнению с прошлой оценкой если в целом показатель по инфляции который будет опубликован в частности вот во вторник а также будет ниже прошлой оценки значит у фунта будет все скажем все основания для того чтобы продемонстрировать также локальный медвежий ралли который я надеюсь мы сможем поймать более что мы по-прежнему расцениваем возможности торговли пары фунт-доллар с точки зрения коррекционных ожиданий и напомню что в качестве скажем уровня с которого можно войти в пару фунт-доллар это отложение к селл стоп с уровня 1.52 почему находится так низко потому что это уровень скажем ближайшей поддержки от него можно пойти дальше тем более что мы уже реализовали нашу прежнюю цель и сейчас наверное стоит миллион раз подумать прежде чем заходите повторно в этот актив тем более после того как он уже позволил получить нам достаточно профита запасы нефти и нефтепродуктов также важный отчет уже для состояния опять же энергетического рынка потому что на прошлой неделе мы констатировали тенденцию роста запасов если она будет отринать сейчас разумеется можно будет смело продавать оппозиции продавать черное золото и бренд 3wt делать ставку на возможности снижения этого актива вплоть до уровня 45 долларов за баррель ну и в четверг собственно настоящая фундаментальная бомба это решение о процентной ставке фрс и после этого состоится конференция представителей разумеется американского мега регулятора вероятность повышения процентной ставки такая объективная присутствующая на рынке 30 процентов то есть не так уж и много месяц назад даже полтора месяца назад вероятность была больше но поскольку все-таки и данные по рынку труда не смогли взбодрить трейдеров которые даже оптимистично расценивали возможности по данному решению со стороны фрс а вероятность и снизилась но все равно лично я отношу себя к тем кто верит в то что экономика вполне готова к нормализации денежно-кредитной политики поэтому четверг традиционный отчет поздним вечером если мы увидим точнее услышим о повышении процентной ставки вполне возможно что речь может пойти о росте как косрочных ставок на 25 байсных пунктов то соответственно стоит ждать серьезного бычьего ралли по доллару серьезной поддержки для американца и наверное такой же серьезной коррекции фондового рынка особенно фондовых рынков развивающихся стран хотя европейские площадки также не заставить себе долго ждать потому что этот скажем тренда потенциального и серьезного ухода от риска он будет характерен для всех финансовых площадок поэтому говоря про перспективы доллара опять же отталкиваясь от решения процентной ставки я снова повторяюсь о том что лично моя субъективная позиция сводится к тому что фрс все-таки пойдет на это долгожданное решение и на эту долгожданную меру но до четверга у нас будет еще три полноценных брифинга поэтому я собственно вас приглашаю на них разумеется будем и завтра и во вторник и то есть да и в среду еще раз оценивать общий фундаментальный фон и если что-то изменится я обязательно об этом скажу но наверное вряд ли поэтому готовимся к потенциальному росту доллара в основу которого может лечь решение о повышении процентных местах ну и в пятницу уже скажем с точки зрения содержания экономического календаря традиционно более-менее спокойная торговая сессия хотя в целом даже если бы и здесь было много экономических релизов мы все равно бы продолжили кататься на тех на на том скажем ралли и тех фактических действиях со стороны фрс которые будут заложены за сутки до этого в основу о финансовых рынков то есть речь пойдет о влиянии события связано с повышение процентной ставки на финансовые рынки в тотальном масштабе я думаю что резонанс будет существенным если доллар сможет получить поддержку она может продлиться скажем и в перспективе актуальность серьезно основополагающая виде трендового движения может быть даже на протяжении многих последующих месяцев но даже если это решение и не будет анонсирована все равно мы будем ожидать что это произойдет до конца этого года потому что вслед за сентябрьским заседанием будет уже декабрьское заседание где вероятность ужесточения монетарной политики возрастет многократно но я думаю что сюрпризиса может последовать уже в этот четверг поэтому ждем соответственно потенциального роста американца и очень неплохой бывшей динамики против всех основных конкурентов именно доллара собственно на этом все если есть вопросы задавайте с радостью на них отвечу что касается заседания банка японии то я думаю что уже вполне можно ожидать хотя бы вербальных заявлений о доп мер экономического стимулирования поскольку опять же объективная оценка низкой инфляции позволяет нам закладывать все возможности действия со стороны японских монетарных властей подобные подобные решения я считаю то что анонсировать топ стимул необходимо тем более что если уже за последний год действующая программа на 80 триллионов и не поспособствовала росту этого показателя значит нужно принимать наверное проактивные действия и этими проактивными действиями доказаться как раз а расширение программы количественного смягчения которые действуют в рамках японского мегарегулятора тем более а синдзо або уже на прошлой неделе мягко намекнул на то что подобные меры действительно могут быть приняты если фрс они поднимет процентную ставку то быть может мы увидим не обязательно коррекционную динамику даже в случае не поднятия процентной ставки доллар также может отличиться ростом потому что на спекуляции просто плавно перейдут на следующее заседание фрс и вероятности решения о повышении каткосрочных процентных ставок уже возрастет многократно потому что будет последнее заседание этого года и до скажем к декабрю я уверен уже мы сможем обладать и вместе с американскими статистами с решенной проблемой по безработице в сша то есть общий уровень будет точно в районе пяти процентов или даже может быть ниже инфляция продолжит уверенно полномерно точнее уверенно это под сомнением но по крайней мере последовательно и по чуть-чуть и подниматься может быть даже выйти то в районе целых четырех десятых 0,5 процента то есть основание для повышения ставок декабре будет ну куда больше чем сейчас поэтому какой-то серьезной разгрузки по факту доллара я не жду но даже если она произойдет она будет носить исключительно как к срочный характер но что касается потенциала и скажем диапазона этой коррекции но наверное не больше 150 пунктов по золоту в соответствии с усилением позиции доллара разумеется жду ослабление стратегическая цель пока по-прежнему неизменно это движение в район 1000 долларов за трость к румсу что касается потенциала движения об этом в целом сейчас поговорили 30 процентов я считаю то что это неплохие шансы тем более что объективно наверное вероятности должна быть еще выше потому что если целиком списывать на возможности сохранение ставок на прежнем уровне исходя из рисков китая и пытаться снизить вероятности за это но это не совсем правильный подход потому что все-таки до этого несколько лет следили за статистикой говорили о том что сами представить что именно она является ключевым фактором для принятия решений думаю что нам не нужно отказываться от этой позиции потому что раньше она была правильной прежде всего ключевое значение имеет именно национальный макроэкономический фон если кого-то из голосующих членов фрс не убедил этой статистики я считаю то что для тех кто объективно оценивает фундаментальный фон эта статистика оказалась достаточно чтобы действительно обозначить высокие шансы на повышение процентной ставки тем более что фрс уже а сейчас серьезно нужно задуматься а касательно решения проблемы с новым источником потенциального финансирования и нужно собирать деньги с рынка сами рабового финансового рынка самый лучший вариант сейчас по 8 процентной ставки и спровоцировать падение фондовых рынков и соответственно привлечь трейдеров в американский трежер как только это произойдет а тут же начнет расти и обменный курс доллара и соответственно снова все заговорят на статусе доллара как международной резервной валюты поэтому я все-таки еще раз отмечаю прям красной такой чертой мое субъективное мнение что наверное фрс все-таки удивит рынки в этот четверг еще раз напоминаю то что показатель по инфляции в 2 процента это не единственный аргумент от которого отталкивается фрс об этом говорила даже джанет египт помимо инфляции есть еще состояние рынка труда и темпы экономического роста и вообще предпосылки для стабильного роста в целом экономика сша по рынку труда у нас очевидный прогресс рынок недвижимости также как я уже отмечал лучшие показатели за 10 лет единственное что до инфляция не дотягивает но если говорить о том что инфляция находится на уровне сейчас 0,2 процента если фрс и будет повышать ставки только после того как инфляция достигнет своего своего показателя 2 процента это не произойдет еще в ближайшие пять лет это тоже неправильно инфляция это только составляющих принятия решений и далеко не определяющие также отмечу что заместитель председателя фрс жанет египт фишер неоднократно подчеркивал тот факт что промедление с решением касательно повышения процентной ставки может создать экономики даже еще больше есть чем скажем более ранее повышение и одним из этих серьезных рисков является формирование финансовых пузырей которые как мы прекрасно понимаем и буквально наблюдали несколько недель назад очень быстро могут схлапываться как это произошло с китайским фондовым рынком чтобы не усугублять ситуацию на фоне подобных скажем нервозных моментов а все таки фрс уже нужно переставать томить и раздражать рынки и а наконец таки менять свой монетарный курс поэтому ждем повышение ставки и разумеется ждем усиления позиций доллара но поскольку вопросов а больше нет большое спасибо вам всем за внимание соответственно увидимся завтра в ходе брифинга ну и следующий вебинар пойдет уже по ключевым фундаментальным событием 21 сентября хороших вам сделок и соответственно прибыльной торговли увидимся завтра всего доброго до свидания